Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурда. Перевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. В Казахстане. Управление строительства Алматинской области. На выделенные средства запланировано строительство 730 объектов, из которых 39, переходящие на 2021 год. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством первозаместителя Акима области Лязата Трулашева. На повестке дня рассмотрено четыре направления. Это проблемные вопросы по проектируемым и строящимся объектам. Ввод в эксплуатацию новых объектов, задачи на текущий год и вопросы по детальной планировке в зоне особого градостроительства, регулирование Алматы. Руководители профильных ведомств вложились об исполнении ранее данных поручений и перспективных планах застройки на последующие несколько лет. Также ими были отмечены пробелы в работе местных властей на районном уровне. Лязат Трулашев сделал замечание рядом руководителям регионов. Как он отметил, в основном наблюдаются проблемы в вопросах строительства в социальном секторе. Это школы, поликлиники, фабы, в связи с чем необходимо взять под особый контроль своевременность их сдачи. По итогам совещания заместитель Акима дал ряд конкретных поручений руководству всех регионов Алма-Айтинской области. Все управления должны согласовать с управлением экономики, доказать в течение трех лет, что вам нужно, какие школы, какие спортивные сооружения. Все преды не начиняют разработку проекта с методом документации по тем проектам, где отсутствует постановление Акимата о выделении земельных участков на заказчиков, земельные акты и технические условия на инженерно-коммуникационную инфраструктуру. Нет чрезвычайным ситуациям. В Алма-Айтинской области прошли сейсмо-тактические учения. В стенах ЖТСУского государственного университета спасатели совместно со студентами отработали план действий при ЧС. Мероприятие проводится в рамках месячника пожарной безопасности. Подробности в следующем материале. С раннего утра в Талдыкургане произошло землетрясение в 6-7 баллов. Такова легенда учений. Стены ЖТСУского государственного университета начали рушиться, а внутри еще остались студенты. Спасатели уже работают на месте. Сотрудники пожарной службы помогают пострадавшим спуститься. Всего в мероприятии было задействовано 8 единиц техники и 36 человек личного состава. Цель учений – подготовить студентов к непредвиденным ситуациям. Так как ЖГУ – место большой скученности. Напоминание основ безопасности, жизнедеятельности тут не лишнее, считают спасатели. Данные мероприятия будут проводиться в течение месяца во всех учебных заведениях, школах, детских садах. В рамках данных мероприятий будут проведены открытые уроки, сейсмо-тренировки, лекции, показ видеороликов и так далее. Затем в стенах вуза прошла профилактическая лекция со студентами. Спасатели рассказали молодежи и педагогическому составу, как действовать в случае ЧАЭС. Добавим, подобные учения будут проходить по всей области, по всеместо в течение месяца. Ануар Амангельдинов, Дамир Анитов, Амина Худайберген, телеканал ЖТСУ. Нулевая терпимость в Национальной гвардии. Как бороться с общественно опасным явлением и проявить активную гражданскую позицию в отношении мздоимцев? Как противостоять коррупции в армии и какие меры наказания предусмотрены законом? Эти и другие вопросы стали темой обсуждения на встрече военнослужащих части 55-14 Национальной гвардии с представителями антикоррупционного ведомства и военной прокуратуры. Гости мероприятия поделились с курсантами последними изменениями законодательства по противодействию коррупции, в том числе и новшествами, такими как Адалда Калана, Опен Спейс и другими. В планах спикеров продолжить подобные встречи и в других воинских частях региона. Наша цель именно донести до каждого военнослужащего меры по профилактике коррупции. Какое законодательство и какие меры привлекаются к коррупционным правонарушениям. То есть достучаться до каждого военнослужащего. Еженедельно проводим такие встречи. Помимо с военнослужащими мы отдельно контингент именно и с гражданами проводим, и с государственными служащими. То есть контингент у нас разный идет. Вплоть до населенных пунктов именно жителей сельских округов и военнослужащих. Меры для защиты населения от коронавируса в Казахстане усилят. В стране уже начали массово отменять масштабные мероприятия. С 5 марта сократят количество регулярных авиарейсов в страны с неблагополучной эпид-ситуацией. Президент Казахстана Касмжом Артокаев отменил заседание и концерт в Нур-Султане по случаю международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия, написал на своей странице в Твиттере глава государства. А премьер-министр страны Аскар Мамин поручил перенести проведение крупных международных мероприятий, усилить контроль на границах, приостановить выдачу виз в страны с неблагоприятной эпид-обстановкой, а также сократить привлечение иностранной рабочей силы из стран первой и второй категории опасности. В Казахстане продолжается мониторинг граждан, прибывших из КНР и сопредельных государств. Таким образом, по данным пограничной службы КМБ, в период с 1 по 29 февраля текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло более полутора миллиона человек, в том числе и стран ЕС 900 тысяч. Медицинскими организациями проводится работа по мониторингу здоровья прибывших по странам, разделенных на три категории. На карантине находится по группе А 298 человек, на изоляции на дому по Б категории 353 человека. Всего на 3 марта госпитализировано 33 человека с температурой ИОРВИ. Из них из числа госпитализированных один человек уже выписан. Всего взято на мониторинг 6022 человек. Ситуация находится под контролем правительства и на данный момент в стране не выявлено ни единого случая заражения коронавирусом. Самое главное теперь, конечно, это быть готовым на случай, если появятся такие больные. И так называемый план Б, о котором я сегодня говорил, он разработан со всеми государственными органами, согласован. Суть этого плана стоит в том, чтобы максимально ограничить распространение инфекции по территории Казахстана. Сегодня соответствующая работа со всеми государственными органами, акиматами проводится. В целом, хочу сказать, что ситуация абсолютно под контролем. Нет никакой необходимости паниковать. Основная проблема, которая нас волнует, это недостоверная информация. По всем вопросам следите за официальной страницей Министерства здравоохранения, Комитета по качеству и контролю безопасности товаров и услуг в социальных сетях и на нашем колл-центре 1406. Казахстанцы по-прежнему не могут найти в аптеках медицинские маски. Их попросту нет, говорят фармацевты. Хотя еще недавно жители успокаивали. Мол, оснований для ажиотажа нет и спекуляции не допустят. Такая история почти везде. Не найти повязки ни в крупных фарма-окологических маркетах, ни в мелких аптеках. Даже в социальную давно не поступали. Специалисты советуют обращаться в центральные, где за одну маску просят до 180 теньги. Или покупать средства защиты на рынках. Примерно по такой же цене. Пока неизвестно, что стало с теми самыми запасами и фабриками, которые вроде как должны были полностью покрыть возросший спрос на маски. Это остается загадкой для каждого казахстанца. Погода шепчет. Какими погодными сюрпризами удивит весна жители Алматинской области? Память священна. В канун 175-летнего юбилея Абая Кунамбаева прошел литературный вечер в селе Карасазра-Имбекского района. Спорту все возрасты покорны. Команды ветеранов волейбола выявляли между собой сильнейших в Алакольском районе. У природы нет плохой погоды. Первыми признаками весны являются таяние снега, сход льда на водоемах, устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. По этим естественным признакам синоптики определяют начало весны. Однако в преддверии международного женского дня погода ведет себя как капризная девушка, шучат мужчины. Какой она будет в этот раз, узнавал Ануар Амангельдинов. В последние несколько дней на территории Алматинской области установилось устойчивое тепло. На первый взгляд кажется, что зима сдает свои права. На большей части Талдыкурганского региона снежный покров сошел на нет, а мартовское солнце не на шутку припекает. Но в ночное время температура воздуха все еще опускается ниже нулевой отметки. В связи с этим нас всех волнуют вопросы. Во что одеться и обуться, выходя на улицу? Ведь погода в это время обманчива. И каким будет день 8 марта? Вообще весна, марта – типичный весенний месяц для нашего региона. Но так как в северных областях еще сохраняются отрицательные температуры, температурный фон будет очень изменчив. 6-7 марта по области ожидаем осадки в виде дождя и мокрого снега. Так как сейчас в эти дни тепло, но уже 6-7 температурный фон понизится. Дневные до 0,5 мороза, ночные местами до 15 мороза. С 9 марта уже пойдет температурный фон на повышение. Дневные будут повышаться местами 10-15 тепла, ночные 0,5 мороза. Все больше людей склоняется к мнению, что резкие перепады температур – это следствие освоения космоса и глобального потепления. 70 и даже 20 лет назад, как считают старожилы, такого не было. Однако, согласно долгосрочным наблюдениям синоптиков, резкие перепады были и ранее. В 2000 году было 30 градусов тепла в марте месяце, а в 1956 году было минус 31 градусов. Это вот именно экстремальные температуры, которые выбираются в продолжительный период времени. Наш регион сам очень резкоконтинентальный. Дневные температуры, если доходят до плюс 27 тепла, ночные могут опускаться до минус 10. Это суточный ход, такой у нас получается, большого размаха, до 30 градусов. Да, перепады погоды нам еще предстоит испытать на себе. Однако, первые вестники весны – подснежники. В этом году расцвелись с первым весенним днем. А в народе существует примета – появились подснежники, значит весна вступает в свои права. Ануар Амангельдинов, Евгения Присяжная, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖИТСУ. Плоды их труда – залог благополучия и процветания страны. В преддверии 8 марта в Талткургане поздравили женщин, трудящихся на государственной службе. В торжественные встречи приняли участие как ветераны госорганов, так и действующие сотрудницы. Всего более 30 представительниц – прекрасной половины человечества. Данному мероприятию организаторы дали название «Восьмое чудо света». Инициаторы считают, что каждая женщина по-своему феноменальна. Ведь зачастую дамы справляются с теми задачами, которые не могут решить мужчины. И потому слабым полом их никак не назовешь. Каждой участнице встречи подарили цветок с потифилиум. В народе его называют «женское счастье». Кульминацией мероприятия стало праздничное выступление в исполнении детских творческих коллективов города. Яркие и зажигательные номера подарили собравшимся большой заряд положительных эмоций. Отметим, на данный момент в Алматинской области на государственной службе работают свыше 3700 женщин. Порядка 20% из них занимают руководящие должности. Благодаря мудрой политике президента нашей республики, правительства, у нас очень хорошо продвигается гендерная политика. Сейчас очень много женщин, акимы сельских округов, начальники управления департаментов. Взять пример у меня, я работала 5 лет акимом Толгарского района. В преддверии праздника я хочу поздравить всех женщин Казахстана и особенно Алматинской области с наступающим праздником, днем 8-го марта, с Международным женским днем, пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи во всех делах, счастья, благополучия семьям. 19 военных из числа сирийских правительственных войск были убиты в результате ударов турецких беспилотников в Бедлибе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Великобритании, целью турецких сил стал военный конвой и сирийская армейская база. Ранее Сирия сообщила об уничтожении турецкого дрона в ответ на два сбитых самолета правительственных войск. Пилотам удалось катапультироваться. Напряженность в Бедлибе резко обострилась на прошлой неделе, когда по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в результате авиаудара. Этот инцидент вызвал опасения относительно серьезной экскалации конфликта в регионе. Нападение на турецкие войска произошло после того, как повстанцы отбили ключевой город Сиракиб. Тем временем ИДИ продолжают покидать мирные жители. Военные действия вынудили почти миллион человек бежать к турецкой границе, которая остается закрытой. Анкара, в свою очередь, грозит больше не сдерживать миграционный поток, стремящийся в Европу. Венгрия стала первой страной Евросоюза, обязавшей банки внедрить систему на верных платежей. Уже с этого дня перевод денег в Венгрии становится намного проще и быстрее. Услуга позволяет пользователям формировать платежи, используя только номер мобильного телефона получателя и проводить трансакцию за 5 секунд. Однако ограничения есть. По словам управляющего директора Центробанка Венгрии, клиенты могут сделать перевод на сумму в пределах 10 миллионов фаринтов или чуть более 29 тысяч в пересчете на евро. Внедрение мгновенных мобильных платежей, считают эксперты, не только сделает систему финансового сотрудничества более конкурентоспособной, это также сократит уровень социальных издержек на платежи. Этап Кубка мира по биатлону в Чешском Новоместа. Пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачик. По его словам, это решение Совета безопасности государства, и организаторам соревнований придется принять его. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, другой альтернативы не было, отметил Гамачик. В чешске этап Кубка мира запланирован с 5 по 8 марта. К другим темам. Литературный вечер республиканского значения прошел в селе Хараса Зраимбекского района. Он посвящен 175-летию со дня рождения Великого Абая. В здании Дома культуры собрались известные творческие деятели, представители региональных СМИ, а также все любители творчества Великого просветителя, поэта и основоположника национальной культуры. Организаторами выступили Акимат Раимбекского района и республиканский журнал Мукагали. Решение провести поэтический вечер в селе Харасас не случайно. Это родина не менее известного писателя Мукагали Макатаева. В творчестве этих поэтов всегда прослеживались напряженные поиски осмысления бурных событий эпохи и осознания своего места в творчестве. Это и объединяет двух писателей. Гостям поэтического вечера также представлена выставка, главными экспонатами которой стали вошедшие в Золотой фонд культуры страны произведения Абая Кунанбаева. «Как вам известно, этот год очень значимый для всех казахстанцев. Подобными мероприятиями мы формируем правильную систему ценностей в обществе, основанную на патриотизме, трудолюбии, образованности. Мы одни из первых в области, начавшие череду мероприятий, посвященных 175-летию со дня рождения Абая. Затем они пройдут и в других селах Раимбекского района». В мероприятии также приняли участие известный казахстанский композитор Бейбет Далдимбай и сын Мухагалима Катаева Жулдас Махатаев. Ими представлена честь открыть вечер вступительным словом. А главным моментом стало исполнение произведений классика казахской литературы, в их числе слова назидания «Секзаяк», «Айтам салем каламкас». Кульминацией стало всеобщее исполнение с детства, знакомой каждому казахстанцу песни «Кузына Хараса». «Мне очень понравился сегодняшний вечер. Все на высшем уровне. Пропаганда творчества Абая – это часть большой программы культурного развития казахстанцев Рухани Жангару. Молодежь должна знать о культурном капитале нации. Ведь произведение Абая помогает воспитывать чувство патриотизма и любовь к родине, в каждом молодом казахстанце». «В текущем году в стране пройдет ряд мероприятий на государственном и международном уровнях, посвященные году Абая. На них власти намерены потратить порядка трех миллиардов тенге. В этом году творчеству поэта будут посвящены и конкурсы. Государственная премия за лучшие произведения в области литературы и искусства теперь будет называться «Государственная премия имени Абая». Аделя Кшаркенова, Ербола Тантелов, Телеканал ЖИЦУ. «Молодежь – двигатель прогресса». В Алматинской области прошел чемпионат по WorldSkills. В нем приняли участие 30 лучших юных умов Капшигая. Мероприятие прошло на базе городского многопрофильного колледжа. Подробности в следующем материале. Городской этап чемпионата WorldSkills собрал около 30 студентов Капшигая. Они молоды, активны, полны свежих идей, а главное – хорошо знают свою профессию. Одна из участников соревнования – 17-летняя Ажар Харайганова. Она обучается на втором курсе Капшигайского государственного многопрофильного колледжа. Юная девушка – будущий кондитер. С 10 лет я занимаюсь приготовлением еды. От моей мамы мне передалась любовь к созданию различных рецептов. Она мастер на все руки. Мы смотрим новые рецепты в интернете. Иногда сами импровизируем. Сейчас я могу приготовить около 50 видов различной еды, включая кондитерские изделия. Оценивала качество выполненной работы профессиональное жюри. Всего участника предстояло пройти три тура. Добавим, популярный во всем мире чемпионат WorldSkills в регионе проводится впервые. Его цель – повышение профессионального мастерства молодых специалистов. В отборочном туре приняли участие студенты из шести факультетов. Это сварщики, повары, портные, токари и так далее. Для каждой профессии мы подготовили индивидуальные задания. Думаю, что почти все студенты справились с поставленной задачей на отлично. Они продемонстрировали хороший уровень подготовки, которым их обучали наши специалисты. Победители внутри колледжного конкурса получили путевку на областной чемпионат по WorldSkills. Добавим, всего в Капшагайском многопрофильном колледже обучается более 500 студентов. Ежегодно здесь выпускаются около 200 специалистов по 80 специальностям. 12 команд ветеранов волейбола выявляли между собой сильнейших. Соревнования прошли в селе Жумахана-Балапаново Алакольского района. Турнир приурочен 60-летнему юбилею ветерана спорта, внесшему немалый вклад в развитие физической культуры и спорта Абая Абайдильдаева. Алексей Цой продолжит тему. Абай Абайдильдаев – человек высокоуважаемый в Алакольском районе. Ветеран спорта славится своими многочисленными наградами по разным видам спорта. Спектр большой – легкая атлетика, вольная борьба, баскетбол и любимая игра волейбол. Свой трудовой путь спортсмен начал рано. Еще будучи 20-летним парнем, уже стал тренером, преподавателем и наставником. А его воспитанники не раз успешно защищали честь района. Цель этого турнира – развитие спорта в районе, чтобы молодежь брала пример с нас ветеранов спорта. Надеюсь, подрастающее поколение будет заниматься спортом, в том числе и волейболом. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, участникам и всем, кто собрался. Волейбол для сельчан – одна из самых излюбленных игр. Принимать участие в турнире для каждого спортсмена – большая честь. К слову, сборная команда ветеранов Алакольского района практически всегда уходит в тройку призеров на соревнованиях областного масштаба. Организаторы отмечают, что это далеко не первое и не последнее состязание. До конца года пройдут еще около 20 стартов по разным видам спорта. Мы планируем провести еще немало соревнований. Это состязание по волейболу первое. Будем охватывать все возрастные категории. Думаем, это поможет развить массовый спорт среди населения. Все игры прошли на высоком уровне. Ветераны показали простую, но в то же время действительно мастерскую игру. А лучшие спортсмены войдут в сборную района. Кстати, команды разделили на три подгруппы. Сегодня день рождения у моего брата. В честь него организован этот турнир. В целом волейбол в районе хорошо развит. И сейчас показывают ветераны хороший уровень подготовки. Хочу пожелать моим коллегам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. По итогам соревнования первое место удостоились спортсмены села Жумахан Балапанова. В финале они встретились с волейболистами села Инбекши. Третье призовое место завоевала команда поселка Коктума. Победителей наградили ценными призами и грамотами. Алексей Цуи, Жаркан Шентаев, Асхат Мусабеков, Телеканал ЖТСУ, Алакольский район. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин